В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Наталья Кратович. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прошедших дней. Каждая яма, которая на дороге, мы ее регистрируем. Ремонт дорог продолжается и в минусовую температуру. На Комсомольской улице устранили ямы. Мне на данный момент 63 года. Я за это время, что я жду этого жилья, я потеряла полздоровья своего. Встреча с дольщиками ЖК Тамилина. Когда достроят оставшиеся дома? Память такая вещь. Поэтому тяжело вспоминать. Мероприятия, посвященные выводу советских войск из Афганистана, проходят в Люберцах. Мы каждый год стараемся занять какое-то место и поучаствовать в этом смотре конкурса. Завершился конкурс на лучшее новогоднее и рождественское оформление, названные победители в 11 номинациях. Ну и как же согреться в морозную погоду, не навредив здоровью? Люберчане поделились своими секретами. В администрации городского округа подвели итоги минувшей недели. Руководители структурных подразделений и ведомств отчитались о проделанной работе. За предыдущие семь дней жители городского округа 1636 раз обращались за помощью в полицию. Раскрыто 12 краж, один угон автомобиля и два разбойных нападения. На телефоны единой дежурной диспетчерской службы поступило 10 342 обращения. Около 5000 раз жители обращались за помощью в скорую. На прошедшей неделе на территории городского округа чрезвычайных происшествий и ситуация не зафиксирована. Вместе с тем, в пятницу 5 февраля зарегистрировано 10 случаев хулиганства, связанного с сложными сообщениями о генировании школ. В ходе проверенных мероприятий было эвакуировано 6800 человек, из них 6 290 детей. Стабилизация эпидемиологической обстановки на территории округа позволила закрыть с понедельника временный инфекционный госпиталь на базе Фок-Люберецкий. Аналогичный госпиталь на базе Красковской больницы продолжит работу по приему заболевших коронавирусной инфекцией. На сегодня на территории городского округа заболело 5782 человека, госпитализировано в стационары 222, на домашнем лечении 895, выписано 434 человека, умерло 331. В округе открыто 8 пунктов вакцинации в городских поликлиниках. Сделать прививку можно в торговых центрах «Орбита» и «Светофор», а также в центральном отделении МФЦ. В настоящее время в городском округе уже привито 5 856 жителей. У нас, дабы мы вышли, будем говорить на какие-то цифры, которые позволят нам противостоять ковиду, это не менее 150 тысяч человек, тогда будет коллективный иммунитет. А так последствия будут неизвестны, к сожалению. С 10 февраля начнет работу пункт вакцинации в ТЦ «Торговые ряды». Также прививочный пункт будет открыт в деревне Марусино. Рассматривается возможность открыть пункты в торговом центре «Выходной», микрорайоне «Самолет», поселках Красково и Октябрьский. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Несмотря на отрицательную температуру воздуха, которая установилась в московском регионе, в округе продолжается ямочный ремонт. Ежедневно дорожные рабочие восстанавливают асфальтовое покрытие на самых оживленных городских магистралях. Какой срок службы у зимнего асфальта, узнавал мой коллега Григорий Ворванин. Ямы на Комсомольской появились недавно. Причины – резкие перепады температур и интенсивное движение транспорта. Ждать наступления весны, чтобы залатать выбоины, теперь не нужно. Технологии позволяют проводить ямочный ремонт и при минусовых температурах. Технология придумана давно, используется везде. Дорогостоящая, конечно, потому что кохер нанимается. Это установка, где постоянно идет подогрев асфальтной смеси. В яму заливается литой асфальт. Его температура около 180 градусов. Застывает такая смесь примерно за полчаса. Срок службы зимнего асфальта – 4-5 месяцев. О том, что на проезжей части образовалась яма, сообщают люберчане через портал Добротел или социальные сети. Все такие обращения отрабатываются, а яму заносят в специальный реестр. Мы ведем статистику, потому что каждая яма, которая на дороге, мы ее регистрируем. Есть такая форма СКПДИ, где мы через систему ГЛОНАСС эти ямы регистрируем. Привязаны они к местности, точно обозначены на карте, именно в месте дороги. Все это дело фиксируется. Всего с начала года было выявлено больше 350 выбоин. Около 270 уже залатали. С наступлением тепла работы по восстановлению и замене дорожного полотна продолжатся. На 2021 год запланирован ремонт 36 городских дорог. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Они создают праздничное настроение. В Люберцах наградили победителя ежегодного смотра конкурса на лучшее декоративно-художественное световое оформление к Новому году и Рождеству. Торжественное собрание прошло в администрации городского округа. Там работала наша съемочная группа. Новогоднее настроение дарит не только запах мандаринов, но и украшенный город. В первый день зимы, когда в Люберцах зажгли главную елку, начался предпраздничный марафон. Улицы, торговые центры и придомовые территории сменили повседневный облик. Свою лепту в новогоднее преобразование округа внесли сотрудники управляющих компаний, учреждений, а также владельцы магазинов и кафе. Я сегодня хочу сказать еще раз слова благодарности каждому из вас, потому что на самом деле сообща мы вместе с вами украсили город. Украсили не только ради эстетического удовольствия, но и звание самого креативного декоратора. 20 декабря в округе стартовал ежегодный смотр-конкурс на лучшее новогоднее и рождественское оформление. В нем приняли участие более 20 организаций. В каждой номинации их всего 11 выбрали победителя. Среди них оказалась управляющая компания ЛГЖТ. Праздничное украшение территории организации признали лучшим. Такое оформление повышает настроение и работоспособность нашего коллектива. Мы каждый год стараемся занять какое-то место и поучаствовать в этом смотре-конкурсе. Ранее удавалось в других номинациях, да, и по лучше украшенной дворовой территории. В этом году повезло в этой номинации. В номинации «Лучшая территория дошкольного учреждения» победил детский сад «Белоснежка». Самую красивую новогоднюю ель на придомовой территории установила управляющая компания «Содействие». А в оформлении фасада здания не оказалось равных коллективу Томилинского театра «Кукол Радуга». Заслуженные награды за новогоднее настроение получили также владельцы торговых точек, кафе и ресторанов. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Когда достроят оставшиеся дома? Это главный вопрос, который задают дольщики ЖК «Томилина». Вновь он прозвучал на встрече с представителями Министерства жилищной политики Московской области, администрации городского округа и компанией застройщика. Тему продолжит Григорий Ворванин. В прошлом году вручили ключи от квартир в домах 4, 5 и 6 «Томилина». Тогда жители соседних недостроенных домов воспряли духом, ведь их в скором времени также ждет новоселье. Но возникли юридические нюансы. Мы со своей стороны поддерживаем свое намерение завершить достройку домов 7, 8, 10. Ключи от квартир в корпусах 7, 8 и 10 ждут 368 дольщиков. Многие купили квартиры еще в 2018 году. Здесь люди сидят, кому 40, кому 30. Мне на данный момент 63 года. Я за это время, что я жду этого жилья, я потеряла полздоровья своего. Строительство домов, готовность которых составляет 75%, возобновится после того, как будет проведена оценка стоимости оставшихся работ. Было дано поручение организации инвестору-застройщику, который завершал строительство трех домов 4, 5, 6 секции в том году. Значит, пришли к тому, что необходимо сделать некую оценку стоимости завершения строительных работ и оценку конструктивных особенностей объекта. На проведение оценки потребуется около двух месяцев. Непосредственно достройка трех домов будет длиться примерно полгода. Еще месяц уйдет на получение разрешения на ввод домов в эксплуатацию. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Продукцию для стратегически важных объектов страны выпускает Люберецкий завод мостостроительного оборудования. В числе его проектов – Крымские и Русские мосты. Участок трассы М5 «Урала». Также он активно работает с иностранными партнерами. Производственные цеха предприятия посетил Владимир Ужицкий. Продукция этого предприятия использовалась в таких масштабных проектах, как строительство Крымского и Русского мостов. Ежегодно завод выпускает 3,5 тысячи тонн готовых изделий. 600 из них идет на экспорт в Германию. Среди заказчиков – национальные холдинги «Газпром» и «Мостотрест». Мостовые пролетные строения выпускаем, трубы, обсадной инструмент. Для бурения инструмент выпускаем, коронки, драйдейлеры. В основном, основная наша номенклатура – это пролетные строения. Любой мост – это очень ответственная работа и рабочих, и конструкторов, и технологов на всех уровнях. Стабильная работа завода обеспечивается крупными заказами. Сегодня предприятие поставляет изделия для реконструкции трассы М-5 «Урал» на участке обхода поселка Октябрьский, включая строительство моста через Москву-реку. Также завод участвует в сооружении железнодорожной ветви до северного терминала аэропорта Шереметьево. Подобные предприятия, я оценив, что они являются неким флагманом промышленности, бизнеса у нашего городского округа. Сегодня обладают современным технологическим оборудованием, современным инструментальным хозяйством. Хорошее, замечательное предприятие. На заводе работают 123 человека. Более 60% сотрудников – жители Люберецкого округа. Предприятие постоянно находится в поиске компетентных сварщиков, слесарей и сборщиков. Глава округа пообещал оказать поддержку в поиске специалистов. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 15 февраля в России отмечают памятную дату. 32 года назад в этот день последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. В память о тех, кто не вернулся с зоны конфликта и в знак благодарности героям, в Люберецкой школе номер 11 прошел концерт. На нем побывали мои коллеги. Этот день Владимир Степанов называет праздником со слезами на глазах. Так же, как и 9 мая, он вызывает двоякие чувства. Это наш 9 мая, 15 февраля. День вывода наших войск с территории Афганистана. Поэтому память такая вещь. Поэтому тяжело вспоминать. 9 лет и 51 день длилась Афганская война. 15 тысяч советских солдат стали жертвами конфликта. Спустя много лет память о каждом герое жива. Каждый человек – это мир. За каждым человеком семья, близкие. И это понятно, есть такие слова, невосполнимые потери. Это слова. Что они несут? Я думаю, что для тех людей, кто потерял своих близких, они ничего не несут, потому что это огромная утрата. Это всегда боль на всю жизнь. В Афганистане воевали более 700 люберчан. 28 из них погибли на полях сражений. В день вывода войск из зоны боевых действий учащиеся 11-й школы вспомнили участников и других локальных войн. Вы наш будущий оплот, вы наша надежда, вы защитники государства. И мы возлагаем на вас большие надежды. Сейчас ваша задача – учиться, учиться и учиться еще раз, быть достойными. Этим ребятам есть с кого брать пример. В их школе учился настоящий герой Павел Мелешко. В 2001 году он погиб на Чеченской войне. Сегодня в городском округе Люберцы увековечено имя каждого, кто ценой собственной жизни выполнял долг за пределами Отечества. Луиза Егезарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Александр Шлопак стал финалистом федерального кадрового проекта «Единой России» «Политстартап». Он прошел обучение в высшей партийной школе. Теперь ему предстоит участие в предварительном голосовании для отбора кандидатур на выборы в Московскую областную думу. Об успехах и дальнейших планах молодого политика – наш следующий сюжет. Я родил в Советском Союзе, и тогда мечта всех ребят – это, конечно же, освоение космоса. Я хотел быть, как все ребята, космонавтом. Бороздить просторы галактики так и не довелось. Покорение космоса осталось в детских мечтах. Зато были победы на спортивной арене. Они и определили дальнейшую судьбу. По профессии Александр Шлопак – тренер по карате. Передаю знания свои, которые я научился в период спортивной своей карьеры нашим молодым ребятам, нашим подрастающим поколениям. Работа с молодежью – неотъемлемая часть жизни. Она связана не только со спортом, но и с общественной деятельностью. На протяжении многих лет Александр Шлопак руководит Люберецкой молодой гвардией. На сегодняшний день организация объединяет 150 девушек и юношей, которые принимают активное участие в жизни городского округа. Именно эти ребята составили основной костяк волонтёрского штаба во время пандемии коронавируса. Понимая, какое большое количество человек у нас находится в зоне риска, я не могу просто сидеть сложа руки и смотреть телевизор. Я должна помочь всем нуждающимся, любой помощью. Ещё одна важная составляющая работы молодогвардейцев – помощь ветеранам Великой Отечественной войны. В этом направлении им есть с кого брать пример. Анатолий Григорьевич, мы знаем, что вы просили холодильник. Да, да. Да. Привезли вам холодильник? Вот, что есть. С Анатолием Григорьевичем Александр Шлопак всегда на связи. У ветерана Великой Отечественной войны нет родственников. Он живёт один, но знает, что в любую минуту ему есть кому обратиться за помощью. Мой дедушка воевал на войне, он сам ушёл из Люберис, был призван. И вот Анатолий Григорьевич его знает, помнит. Поэтому, навещая его, это дань памяти всем ветеранам и тех, кого нет в живых сейчас, тех, кто отдали свою жизнь за наше будущее. Желание помогать людям и быть для них полезным привели к работе в депутатском корпусе. Многолетний труд дал Александру Шлопаку толчок для участия в федеральном кадровом проекте «Политстартап». Он направлен на поиск, обучение и продвижение нового поколения ярких лидеров. Среди 7 тысяч кандидатов со всей России люберецкий депутат оказался в числе финалистов. Попадание в финал федерального проекта «Политстартап» – это работа не только моя, это работа всей команды городского округа Люберца. Александр Шлопак прошёл обучение в высшей партийной школе. Следующий этап – участие в предварительном голосовании для отбора кандидатур на выборы в Московскую областную думу. Знания, полученные благодаря проекту, коренной люберчанин применит на благо и развитие родного округа. Луиза Егязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Меньше слов – больше дел. Такого принципа в своей работе будет придерживаться новый состав молодёжного парламента при Совете депутатов городского округа Люберцы. С будущими политиками пообщался Григорий Ворванин. На первое заседание молодые парламентарии пришли в полном составе. Предстояло выбрать председателя. Им по единогласному решению стал Ашот Маргарян. Во время предыдущего созыва он занимал пост заместителя. Говорит, теперь работы прибавится, ведь придётся отвечать за всё и за всех. Естественно, тяжесть выросла. А заместитель, председатель, он налаживает внутреннюю структуру. То есть деятельность, на самом деле, у заместителя иногда бывает даже больше, чем у председателя. Но организовывать всё-таки это, скажем, время председателя, поэтому, естественно, будет плодотворнее работать надеющим. Состав молодёжного парламента обновился на 50%. Среди тех, кто делает первые шаги в политике, Илья Яровенко к парламентариям присоединился по зову сердца. Для продвижения своих идей и предложений решил, что войдёт в состав сразу двух комиссий по спорту и волонтёрству. Помощь людям и волонтёрство, думаю, буду развивать эту тему. Будем работать, будем думать, посмотрим в дальнейшем. Поддержать начинающих политиков пришли их старшие коллеги. В первую очередь они посоветовали не ограничиваться только молодёжным парламентом, а двигаться вперёд в большую политику. Социальный лифт никто не отменял. Ребята должны двигаться, должны осваивать новые рубежи, чувствовать новую ответственность. Это всегда полезно и правильно. Также на заседании избраны заместитель председателя и руководители комиссии. В следующий раз молодые парламентарии соберутся в начале марта. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Первую двойню, которая родилась в Люберцах в 2021 году, выписали домой. Почти месяц новорождённые под присмотром врачей находились в Центре охраны материнства и детства. Малышкам нужно было набрать вес. Вместе с родителями на выписке из роддома побывали и мои коллеги. О том, что в семье Елизаветы и Александра будет пополнение, молодые люберчане узнали ещё в мае. В сентябре их ожидал ещё один сюрприз. Во время УЗИ будущим родителям сообщили, что у них будет двойня. Это был удар. Ещё непонятно было, что двойня, брезняшки, вообще непонятно. Мальчик, девочек. Хотелось мальчиков, конечно. Отец хочет мальчиков. Но потом, когда узнали, что девочки, это вот намного лучше. Прям вот супер. Молодая мама признаётся, ещё до УЗИ она почувствовала, что носит под сердцем двойню. И не ошиблась. Девочки родились 8 января и стали первой двойней, появившейся на след в Люберцах в 2021 году. В перинатальном центре их оставили практически на месяц. Малышкам нужно было набрать вес. В день выписки с рождением двойни новоиспечённых родителей поздравил глава городского округа Владимир Ружицкий. Самое вам доброе пожелание и поздравления. Потому что это реально и счастье. Они будут взрастить, вы будете получать удовольствие. Особенно кто-то говорит, что начинает. А потом мир познаёт. Поэтому я вам желаю, чтобы вы таким же образом держали своих внуков. Девочек назвали Александра и Мишель. Сейчас молодые родители все силы направят на их воспитание. При этом Елизавета и Александр не исключают, что в Люберецкий роддом они ещё вернутся. Ну как получится. А так года, ну может быть, через три. Как раз. За мальчиками? Да, надо за мальчиками. А может и сразу двумя. Тем более, что опыт уже есть. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Благодаря их работе наша улыбка всегда будет красивой, а зубы здоровыми. 9 февраля во многих странах мира, в том числе и в России, отмечают День стоматолога. Профессиональный праздник стал поводом для знакомства нашей съёмочной группы с сотрудниками Люберецкой стоматологической поликлиники. Красивая снежная зима вдохновляет художников на написание новых картин, а фотографов на создание новых снимков. Александр Решетов больше всего любит портретные съёмки. В свободное время он выходит на фотоохоту. В качестве моделей друзья, родственники и коллеги. Фотография – это хобби, но достаточно давно я этим занимаюсь. И поэтому иногда результаты бывают хорошие, так на уровне профессиональных. От улыбки станет всем светлее, уверен Александр Решетов. Именно поэтому во время фотосессии он часто призывает моделей показывать радостные эмоции. Улыбайся, улыбайся и на меня смотри, улыбайся, прямо смейся. Сейчас анекдот ещё расскажу и совсем ты засмеёшься. Но улыбка должна быть не только красивой на фото, а прежде всего здоровой. Об этом наш герой тоже умеет заботиться. И если фотография – это просто увлечение, то стоматология – дело всей жизни. Общий стаж врача более 40 лет. Стоматология – это немножко особая часть медицины. Очень быстро получаешь всё-таки, может, тут и фотография, вот как-то визуальное удовлетворение. Сделал красивую пломбу, сделал красивый там зуб. Потом всё-таки стоматология даёт быстрый результат. Человек пришёл, у него зуб болел. Практически, ну, 70% случаев, когда мы можем эту боль снять сразу. За годы работы в этой сфере Александр Решетов стал свидетелем многочисленных этапов развития отечественной стоматологии. За плечами богатый профессиональный опыт и армия благодарных пациентов. Довольно-таки давно я знакома с этим доктором. Но, наверное, уже на протяжении 15 лет доверяю свои зубы только этому доктору. А у Дениса Елисеева карьера стоматолога только начинается. В Люберцах молодой доктор работает чуть больше года, лечит маленьких детей и подростков. Стаж небольшой, но результаты уже есть. На сегодняшний день он возглавляет детское отделение стоматологической поликлиники. Детские врачи – это первый пласт, скажем так, когда дети знакомятся с медициной. И от нас очень многое зависит. Как в последующем человек будет следить за своим здоровьем, как он будет относиться к врачам. Каждый человек хотя бы раз в жизни обращался за помощью к стоматологу. Не секрет, что для многих визит к зубному врачу – настоящее испытание. Но чтобы избежать экстренных ситуаций, к нему нужно обращаться два раза в год. Морозы, снегопад атаковали Московскую область. На этой неделе температура воздуха достигает минус 20. Таких морозов, как нынешней зимой, в столичном регионе не было почти 10 лет. Советами, как согреться в холодную погоду, поделились жители округа. Станцуете и сразу согреетесь. Двигаться надо. Движение – это жизнь и тепло. Термобелье надо купить. И одну кофточку, и брючки. Все, больше ничего не надо. Самое главное – термобелье надо покупать. Ну, во-первых, горячий чай или кофе. Во-вторых, найти интересного попутчика. Если одинок, вышел вокруг дома, побегал, домой зашел, согрелся. Как согреться? Чаем горячим, вареньем. Ну, на улице теплее одеваться надо. У меня кофточка одна и жилетка трикотажная. Вот шубка. Варежки теплые. У меня руки мерзнут в больное место. И сапожки должны быть не кожаные, а вот такие войлочные. Или валеночки, или там замш, например. Надо на лыжах ходить, на стадионе. Вот я с утра хожу на лыжах. Не надо активно жить, и все. Одеваться можно поменьше. А вот пешеходам и водителям советуют быть внимательными на дорогах. Синоптики предупредили о возможной гололедице. На стадионе «Торпеда» отметили день зимних видов спорта. Этот праздник был учрежден в 2014 году, после того, как в нашей стране прошли зимние Олимпийские игры. Теперь, по традиции, в феврале любители и профессионалы объединяются и вместе выходят на лыжню или каток. Морозная погода спорту не помеха. В этом уверены все, кто вышел на лыжню. Среди участников как любители, так и профессионалы. Первым дистанцию 2 километра преодолел Артем Барков. Победитель этапа Кубка Московской области по лыжным гонкам этот забег по стадиону сравнил с разминкой перед сложным стартом. На равнине все примерно одинаково идут. Подел можно по крыльчику просто сделать. И со спусков на спуске хорошо проходить. Из-за плотного рабочего графика глава Люберец редко встает на лыжи. В день зимних видов спорта не упустил такую возможность. Сделал круг по стадиону. Я в последнее время любитель горок, горных лыж. Беговые тоже хорошо, но горные немножко другое. Ну, сегодня с ребятами пробежался. Видите, хорошо. Видите, как бы дыхание частое. Дед Мороз заблудил. Я думаю, от этого получаешь удовольствие. При этом, конечно же, как говорят, учащается пульс, но освежается дыхание. Среди тех, кто встал на лыжню, бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере Наталья Корстилева. Известная спортсменка уверена, сейчас зимние виды спорта становятся все популярнее. И лыжные гонки не исключение. Сейчас уже интерес к лыжному спорту вырос в разы. Потому что некоторые даже и не знали про эти этапы Кубка мира, что проводятся. Иной раз говоришь, вот ты лыжник, лыжными гонками занимаешься. А это биатлон? Или встретишь кого-то в аэропорту, говорят, а вы биатлонисты. Говорят, нет лыжи. Завершился Люберецкий день зимних видов спорта лыжной гонкой среди любителей. И здесь на 100% сработал олимпийский принцип. Главное не победа, а участие. Григорий Ворованин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Будущие Роналду и Месси вполне могут жить в Люберцах. В округе состоялся турнир по мини-футболу. За первенство боролись 220 юных спортсменов. О том, кто вдохновляет детей на победу, в нашем сюжете. Наш тренер! Миня Держина! В зимнем Кубке Спартака участвовали 14 команд. Ребята приехали из Малаховки, Лыткарина, Тамилина и Москвы. Останавливаться на региональном этапе юные футболисты не собираются. В планах участие в областных и российских состязаниях. У нас есть традиция. Мы после победных игр или заказываем большую пиццу или победный тортик. Ну, если проигрыш, то без тортика. Любая игра – это, по большому счету, спортивный азарт, интерес. Если что-то не получается, это только знак того, над чем нужно работать. Со спортивным азартом занимаются двое его сыновей – Дима и Женя. Оба решили тренироваться после чемпионата мира в Москве, когда увидели игру известных футболистов. Родители отдали мальчиков в спортшколу «Спартак». Здесь каждый воспитанник для тренера не только начинающий спортсмен, но и самостоятельная личность. Наша задача – это, прежде всего, воспитать правильное поколение, не только спортсменов, но и привить им правильные принципы жизненные, дать возможность правильно думать, сделать их просто, прежде всего, людьми. Ребята состязались в трех возрастных группах от 9 до 13 лет. Лучшие игроки турнира представят команду в областных матчах и выйдут на российский и мировой уровни. А, ребята, вы сегодня, я думаю, с другого занимаетесь футбол. Владимир Ружицкий всегда поддерживает люберецких футболистов. В составе команды организаторов он сыграл с юными чемпионами. В матче со взрослыми гостями турнира победила дружба. Григорий Ворванин, Айтад Шчирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Еще больше подробностей на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова